Город Артём – это воздушные ворота Приморья. В январе и ноябре прошлого года аэропорт Владивосток обслужил более двух миллионов пассажиров. И в преддверии Дня гражданской авиации во Дворце культуры угольщиков прошло торжественное мероприятие. Авиация – это романтика, мечта, небо, красивые самолеты. Наверное, так рассуждает каждый, но только люди, посвятившие себя авиации, понимают какой-то огромный труд. Лучшие из лучших были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами за высокий профессионализм в работе, вклад в развитие гражданской авиации Приморского края. С приветственным словом к работникам и ветеранам авиационной отрасли обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Наш аэропорт признан лучшим в номинации двух пассажиров потоков от двух до шести миллионов. Это, конечно, заслуга всего коллектива. И руководство технических работников, обслуживающих, кассиров, все, кто создают уют, все, кто вежливо, бережно оценивают и относятся к пассажировам. И, безусловно, для нас имеет большое значение с тем, чтобы он дальше получал свое развитие. Мы особо хотим поблагодарить компанию «Аврора», которая с момента снятия пандемических ограничений по Китайской Народной Республике сегодня совершает до 20 вылетов в неделю. И жители Приморского края, наши гости активно пользуются этим. Ежегодная встреча ветеранов гражданской авиации «Приморья» – добрая традиция. В этом году бывшие сотрудники аэропорта «Владивосток», авиакомпании «Аврора» и других авиапредприятий принимали поздравления с профессиональным праздником. Ну, это мечта детства. Поступал дважды в летное училище. Закручивался на кресле, не проходил вестибулярный аппарат. И тогда сдал документы на техническую специальность инженера, закончил высшее аэропорта начать в Ленинграде в 70-м году. И с тех пор 8 лет в Забайкале, потом в Академии, потом в Владивостокское предприятие. Более 40 лет проработал в предприятии в 20-м году, вышел на полный пенсион, как говорится. Так что застал время и в Владивостокском предприятии «Ан-2», и «Ак-40», и «Ту-154», «Ту-204». В общем, целая история предприятия, вот такая славная. Развитие местных воздушных линий, строительство вокзалов. Вот так шагали, шагали, и почти 50 лет трудовой стаж гражданской эмоции. Не пожалели? Никогда, конечно, только в Вяз. Если все начать сначала только так, да, абсолютно точно. 40 лет. А почему выбрали? В детстве романтика потянула, выбрала. Так вот, тут и остался в авиации. Да, в Артеме как бы. Пришел на предприятие в 81-м году, и так вот. А не пожалели вообще? Ни разу не пожалел. Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон, который сам отдал авиации 13 лет, поздравил авиаторов, наградил грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. Дорогие друзья, благодаря поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, мы в Артеме разработали мастер-план и сформировали перечень поручений к реализации до 30-го года, куда пойдут мероприятия по благоустройству или изменению, реконструкции инфраструктуры аэропорта, в том числе и обустройство общественной деловой зоны рядом с аэропортом. И, конечно, это все реализовывать нам вместе с вами. Приятным акцентом мероприятия стало награждение сотрудников авиации от заместителя председателя Думы Артемовского городского округа. Все мы докладываем очень много сил и труда, чтобы эта гражданская авиация была, существовала и развивалась. Город Артем все позволяет нам это делать и помогает во всем, благодаря и руководителям, и краевым, и городским. Хочу от имени председателя Думы городского Артемовского округа, от имени депутатов от себя лично, пожелать вам долгих лет счастья, здоровья и успехов во всем. Специально для виновников торжества на сцене Дворца культуры угольщиков показали концертные номера с участием лучших творческих коллективов края. Настоящим украшением вечера стал показ спектакля «104 страницы про любовь» в исполнении артистов Краевого драматического театра имени Максима Горького. На нас все смотрят. А, несущественно. Вы, видимо, очень чуткая девушка. А вы пристающие. А вам нравится, что я к вам пристаю? Красивые девушки страшно, че слабо? У вас сегодня целый вечер будет чудесное настроение. Вероника Климова, Денис Надельный, Игорь Бондаренко, Артемовские новости и телеканал Лента.